То есть, можно, наверное, найти где-нибудь плюшевую обезьянку, повесить ее туда, на вот этот шкафчик, и будет у вас прямо в интерьере Кинг-Конг лезет на небоскреб. В общем, такое себе, но это правда-правда интересно. Добрый день! Сегодня мы поговорим о самом зрелищном стиле 20 века и о последнем большом стиле, а именно об арт-деко. Обычно люди выбирают этот стиль, потому что легко себя представить в таком интерьере, в отличие, скажем, от интерьеров других исторических стилей, к примеру, интерьеров Людовика, да, потому что в эпоху арт-деко уровень комфорта был уже вполне современным. Единственное, что там не было интернета и гаджетов, но представить себя в нем довольно просто. И кроме того, у него репутация дорогого стиля, он ассоциируется с эпохой джаза, океанскими лайнерами и роскошными отелями. Но арт-деко – это не синоним хорошего вкуса. В нем встречаются как отличные интерьеры, так и откровенный трэш. И исторические интерьеры, честно говоря, тоже не всегда были такими уж хорошими. Держу пари, что вы не так представляли себе арт-деко, хотя здесь есть все отличительные черты, и геометричная мебель, и характерный орнамент на тканях. И посмотрите, какое замечательное покрывало. И в статьях, которые можно найти в сети, которые объясняют, что такое стиль арт-деко, также можно найти просто чудовищные примеры. Например, вот компания, которая продает услуги по ремонту, объясняет пользователям, что такое стиль арт-деко, и предлагает сделать проект за 150 тысяч, который потом войдет в цену ремонта. Вот, собственно говоря, наглядная причина, почему мои проекты стоят дороже, и их стоимость ниоткуда не вычитается. Часто мне в комментариях пишут, что мои антипримеры – это вполне себе хорошие примеры. Пожалуйста, напишите в комментариях, считаете ли вы, что вот эти интерьеры вполне пригодны для жизни, и готовы ли бы вы были купить проекты, чтобы вам сделали такой интерьер. Если нет, то чтобы не рисковать и не тратить деньги зря, то имеет смысл копнуть чуть поглубже. Если речь идет о статьях, то также в сети очень много заблуждений, и такое ощущение, что это один раз кто-то сказал, и потом все остальные повторили. И я хочу развеять несколько мифов. Первое утверждение касается того, что стиль возник в 1925 году. Это не так. В 1925 году состоялась ключевая для арт-деко выставка, но сам стиль зародился гораздо раньше. Видите, те предметы, павильоны, те интерьеры, которые показали в 1925 году, сделали раньше, и сам стиль появился раньше, примерно в 1910-х годах. Еще одно утверждение – это то, что арт-деко, в отличие от арт-деко, не любят растительные мотивы. Это также не соответствует действительности. Растения в орнаментах арт-деко присутствуют, например, те же самые лотосы. И арт-деко возвращается к классическим цветам и растениям больших европейских стилей, и при этом отметает гербарий арнво с его сорняками. Вот, например, тумбочка очень известного краснодеревщика того времени, рульмана, и на ней мы видим с вами красивый букет садовых цветов. Еще одно заблуждение – это то, что если предмет относится ко времени арт-деко, то это предмет арт-деко. И это то, что я видела, собственно говоря, в роликах в YouTube, когда павильоны Мисс Фандерое демонстрируют в качестве примера архитектуры арт-деко. Это в корне неверно. Потому что в тот же период, даже если мы возьмем не с 10-го, а даже с 25-го по 39-й год, существовал еще стиль, который называется модернизм, или из Кустоэда его называют международный стиль интернационализм. Это стиль баухаус. И, как пример, возьмем вот такие столики Марселя Брюера, 27-й год, и это не арт-деко. Еще я хочу привести пару высказываний из статьи «Правила нового арт-деко», которая напечатана в «Эль Декорейшен» в 2017 году. И ее автор, это искусствовед Виктор Дымбовский. Он утверждает следующее. Цитирую. «Стилю чужды любые игры с классическими стилями. Изгибы барокко и рококо так же неприемлемы, как и криволинейные детали арт-деко». Это в корне неверно. Возможно, он имел в виду, что в одном предмете нельзя сочетать и классику, и арт-деко. Но даже и это неверно. К примеру, вот такой интерьер. Это Жан-Луи и Денио. И мы здесь видим холл в стиле современного арт-деко. И что мы здесь видим над столом? Мы видим французский фонарь 17 века. Очень прекрасно туда вписывается. В той же статье Дымбовский утверждает, не рекомендуется использовать обои ткани с рисунком. И все на том же примере можно посмотреть, что мы здесь видим на стенах. Обои. Либо это, конечно, может быть роспись, но больше похоже на обои. А что мы видим на обивке этих стульев? Ткань с рисунком. Так что не стоит быть столь категоричным. Еще одно утверждение – это то, что арт-деко невозможно сделать с низким бюджетом. Частично это верно, но не стоит забывать, что в 1930-е годы мода из дорогих отделок, из дорогого стиля, перекинулась на товары массового производства, в том числе и на дешевые интерьеры. Например, в стиле арт-деко делали фастфудные забегаловки, которые по форме были похожи на вагоны ресторана. Иногда это и были старые вагоны ресторана, которые переделывались под забегаловку, собственно. И в этом стиле делались заправки. То есть частично Дымбовский прав в том плане, что очень сложно сделать хороший современный интерьер в арт-деко с низким бюджетом. По крайней мере, я не знаю, как это сделать. Но если смотреть исторически, то как бы да, были интерьеры с низким бюджетом. И я говорила про то, что надо почитать статьи и послушать лекции. Вот лекций про зарождение и развитие стиля действительно много. И в описании к этому видео я приведу пару ссылок на хорошие грамотные лекции. Если вам интересно, пожалуйста, посмотрите. Но не совсем понятно, как они применимы к реальной жизни. К примеру, практически в каждой лекции обсуждаются небоскребы США. И в частности рассказывают про Chrysler Building, яркий пример арт-деко. И показывают, как он выглядел снаружи. Какие были этапы работы, как там люди на неимоверной высоте сидят без страховки. Какие там роскошные интерьеры, как они красиво отделаны. Это все, конечно, хорошо. К примеру, вот я клиент. Я хочу сделать у себя в квартире арт-деко. И непонятно, что мне делать с данной информацией. Как ее интерпретировать. Вот нашлись люди, которые интерпретировали ее вполне буквально. В Chrysler Building есть очень известный орнамент лотосов на раздвижных дверях лифтов. То есть это прям очень-очень известный орнамент. Они просто взяли и поставили этот орнамент на двери. И получился такой ничего себе интерьер арт-деко. Не поспоришь, что это действительно в стиле арт-деко. Но выглядит это, мягко говоря, странновато. Примерно как надеть парик Людовика и забыть про весь остальной прикид. Ну вот как-то так. Чтобы этого не было, нужно уметь опознавать элементы арт-деко и приемы арт-деко. И понимать, как интерпретировать стиль. И вот этот последний, то есть как интерпретировать, можно почерпнуть из того, как другие интерпретируют стиль арт-деко в наше время. Если вы не дизайнер, то самостоятельно вы не сможете сделать деко. Если только вы не искусствовед. Соответственно, если вы не относитесь ни к одной из этих категорий, то максимум, что можно сделать, это сделать современный интерьер в палитре арт-деко и добавить туда декора из этого стиля. К примеру, постер арт-деко или рисунок на ковре, потому что там на коврах были характерные геометрические рисунки крупные. Если же вы хотите настоящее деко, то верный подход – это правильно поставить задачу дизайнеру и найти нужного дизайнера, например, меня. А теперь поговорим про настроение стиля. Арт-деко – это стиль магнатов, а не аристократов. Поэтому для него характерна не игра на нюансах, а очевидная контрастность и броскость, смелость. Это стиль про скорость, поэтому он хорошо сочетается с нашим ритмом жизни и с жизнью в большом городе. Это стиль модный и роскошный. Изначально он появился как стиль эксклюзивных штучных изделий, а не как промышленное массовое производство. Но говоря про промышленность, хочу привести еще один пример. Вот в 30-е годы делали много бытовых предметов из бакелита, а это такая разновидность пластика, то есть по сути пластмассы. И практически любая семья могла позволить себе купить и украсить дом такими предметами. Короче говоря, если мы понимаем, что повлияло на стиль, то мы перестаем бездумно воспроизводить какие-то его части и можем передать его дух. Поэтому давайте более детально обсудим, что же на него повлияло. Обычно, когда говорят про арт-деко, говорят о выставке 925 года в Париже и о великом Гэтсби, иногда еще вспоминают сериал про Пуаро и Агату Кристи. В любом случае, это правильно, что ключевые страны, о которых мы говорим, когда говорим об этом стиле, это Франция и США. Говоря о Франции, мы говорим о влиянии исторических французских стилей на арт-деко и о влиянии античности. Античность интересует людей 20-х годов, потому что в начале 20-го века Эванс производит раскопки на Крите и в 1921 году он начинает публикацию своего монументального труда «Дворец Миноса». Поэтому в исторических интерьерах арт-деко можно, например, увидеть характерные такие для минойской архитектуры колонны, которые сужаются к низу. Если же говорить про исторические французские стили, то также проще объяснить это на примере. Вот перед нами тумбочка времен Людовика XV, это XVIII век и эпоха Рококо. Мы видим здесь кабриольную ножку с характерным изгибом. Обратите, пожалуйста, внимание, что ножка декорирована металлической накладкой. Вот нижняя часть, эта накладка называется Сабо, и такие подобные накладки также характерны для арт-деко. Ну, как бы в упрощенном виде, но накладки есть на ножках. А теперь посмотрим тумбочку раннего арт-деко. Это автор Паул Ирби, примерно 1912 год. И эта тумбочка постоянно встречается во всех справочниках, где говорят про стиль арт-деко или про мебель арт-деко. И я много раз ее видела, никак не могла понять, в чем фишка. То есть, почему эта тумбочка такого странного зеленого цвета. И оказалось в итоге, что она отделана очень специфическим материалом. Это разновидность шагрени, рыбьей кожи, которая называется галюша. Галюша – это такое общее понятие для обозначения кожи акулы или ската, у которой есть такая характерная зернистость и шероховатость. И вот эта тумбочка, она отделана как раз галюшой. Но обратите, пожалуйста, внимание, насколько ее форма похожа на форму изначальной тумбочки в рокуко. И из исторических и классических стилей арт-деко берет характерные мотивы. Например, мотив фонтана. Этот мотив очень связан с ландшафтной архитектурой барокко. Например, мы, если вспомним Петергоф, где было много-много фонтанов, то как раз фонтан возвращает свою значимость именно в эпоху арт-деко. И перед вами интерьер. Это довольно странноватый такой тоже интерьер. Но я его показываю, потому что здесь есть этот мотив. Мы видим его на заднем плане на стеновой панели. Это стилизованный фонтан. А на переднем плане мы видим еще один мотив. И это меандр, который тоже стал любимым мотивом мастеров арт-деко, потому что он и античный, и исторический, и одновременно он очень геометричный. Еще один исторический мотив из барокко – это солнечные лучи. Для интерьеров арт-деко характерны зеркала в обрамлении солнечных лучей. Либо это могут быть панно, где солнечные лучи выходят из-за туч. И также, помимо барокко, это отсыл к древнему Египту, ведь там поклонялись богу солнца, богу Ра. Перед вами интерьер, современный интерьер, с комодом, где как раз вот такой рисунок из расходящихся во все стороны лучей, так что мотив по-прежнему актуален. Еще один очень похожий орнамент называется фонтел, то есть веерообразный хвост переводится. По сути, это когда птица летит, например, у него вот так раскрывается хвостик, и эта геометрия потом переносится на предметы арт-деко. Но на самом деле, я думаю, что это больше похоже на геометризованные цветы лотоса или на те же самые лучи, но просто орнамент взял более узко, более вертикально. Ну, называют его веер, да, фонтел. И давайте посмотрим на то, как ордеко можно вписать в интерьер, который по своему настроению, по своей сути классический. Это один из моих любимых дизайнеров, Стивен Гэмброл. И мы видим здесь характерную геометричность. Мы видим арт-декошную люстру, мы видим глянцевые потолки, и вместе с ними мы видим совершенно классическое французское кресло. Дымбовский, мне кажется, вы были немного неправы. И в эпоху арт-деко была тяга ко всему необычному, ко всему экзотичному, и, соответственно, к культуре других стран. В частности, это была культура Египта. Видите, в 1922 году Говард Картер находит гробницу Тутанхамона. И мотивы из предметов, которые извлекли из этой гробницы, собственно говоря, начинают повторяться в декоре, в том числе, например, в декоре заправочных станций. Давайте с вами посмотрим вот на такой пример. Это Эйлин Грей, очень известный автор. И мы видим с вами шезлонг, который называется пирога. Здесь явная отсылка к, собственно говоря, лодкам древнего Египта. Еще один экзотический мотив – это Африка. Причем Африка влияет как напрямую, так и опосредованно через живопись. В 1907 году Пикассо посещает этнографический музей, этнографическую выставку в музее Таркадеро, и видит там африканские маски. После этого, под впечатлением от масок, он придумывает кубизм. И кубизм с его прямыми линиями влияет на арт-деко. Также влияет и цветовая палитра кубизма. Это либо приглушенные цвета, либо очень яркие, очень сочные цвета. Давайте возьмем еще один пример, как раз влияние экзотических мотивов. Вернемся к Египту. Это лаковые панели по технологии японских мастеров, в которой выполнен Жан Дюнан для лайнера Норманди. И я беру произвольно фрагменты росписи из египетской гробницы. Посмотрите, пожалуйста, насколько похожа трактовка фигуры. То есть разворот плеч, как повернуты ноги, какой взят ракурс, насколько плоскостное это изображение. Ведь мотивы, влияние вообще подхода в египетских росписях и в египетских рельефах здесь, на мой взгляд, просто очевидны. Еще в экзотической части арт-деко участвовала доколумбовая Америка и различные племена индейцев, в том числе пирамиды ацтеков и майя. Возьмем другой пример небоскреба. И мы видим здесь окончание в виде такой ступенчатой пирамиды. Эта пирамида очень похожа на египетские пирамиды Джосера или на пирамиды Майя. Кроме доколумбовой Америки, вот в этом котле варились также мотивы из Китая и Японии. У меня есть видео про Шенуазри, можете посмотреть. Ссылка будет где-то, где-то, где-то будет. И, кроме того, хорошая новость заключается в том, что и Россия тоже была причислена к экзотическим странам и была в то время очень модной вместе с русскими сезонами Дягилева. И, соответственно, вот эти маленькие фигурки танцовщиц, которыми украшали интерьеры арт-деко, это взято из русских сезонов. В это время бурное развитие промышленности очень сильно меняло жизнь обычных людей. И люди восхищались в том числе транспортными средствами. В частности, в США получило развитие формы, которая называется стримлайн. Если вы помните мультфильм «Гадкий я», там в одной из частей Грю давит своих несчастных собратьев по городу на таком драндулете обтекаемой формы. Вот это вот как раз очень похоже на форму стримлайн. То есть это форма капли с минимальным аэродинамическим сопротивлением. Эта форма была изобретена в результате испытаний в авто- и самолетостроении во время Первой мировой войны. В качестве декоративной формы ее впервые применили итальянские футуристы. Но об этом все быстро забыли, потому что именно американская промышленность популяризовала эту форму. И это американский вклад в арт-деко. Эту форму применяли в простых бытовых предметах. Например, могли сделать вот такой утюг в виде обтекаемой капли, которая вот-вот куда-то полетит. Либо точилку, которая тоже туда полетит. Не знаю куда, но выглядело это прикольно. Это все было сделано для повышения продаж. И, наконец, мой любимый пример. Я сначала думала, что это мясорубка в виде дирижабля, но оказалось, что это компрессор для распыления краски. Выглядит действительно то ли как дирижабль, то ли как самолет. В общем, что-то очень странное, но прикольное. Правда, очень хочется такое купить. И можно сказать, что современный СМЕГ по-прежнему эксплуатирует эту же идею. То есть стиль арт-деко и стиль 50-х, обтекаемые формы, и по-прежнему продает подобные вещи на рынке. Восхищение транспортом транслировалось в восхищение скоростью. Поэтому среди мотивов арт-деко также есть быстрые животные. Это лошади, лани или охотничьи собаки. Как и любые другие исторические стили, арт-деко развивался не в вакууме. На него влиял его предшественник, то есть арнуво, и модернизм, который развивался параллельно с арт-деко. Если говорить о влиянии арнуво и посмотреть на мотивы, то мы увидим много совпадений. Например, цветы и букеты в арнуво тоже были, но, как мы сказали, в арт-деко они уже немножко другие. В арнуво одним из любимых мотивов была змея, потому что у нее красивые изгибы, которые как раз очень подходят для арнуво. И для арт-деко тоже была характерна змея, но она воспринималась уже не из-за изгибов, а из-за ее красивой экзотической кожи. Кроме того, змеи – это отсылка к Древнему Египту, ведь, как мы помним, там у фараонов на главном уборе были змеи, символы Верхнего и Нижнего Египта. Арнуво использовала в качестве декоративного мотива также женские фигуры, и они были такие-то умные и загадочные. Арт-деко тоже использовала женские фигуры, но они были более мужеподобные. То есть это женщина, которая умеет как минимум водить автомобиль, а если мы вспомним русского Дейнеку, то это женщина, которая еще на стройке может что-нибудь там забивать. То есть это прямо ух, коня, какой остановит, и все такое. И обычно эти женщины представлены либо полностью обнаженными, либо модно и современно одетыми. Есть ряд предметов, которые сложно отнести к какому-то конкретному стилю, то есть непонятно, арт-деко это или модернизм. Например, вот такой стол – это Робер Мале Стивенс, тоже известнейший архитектор, который делал как раз постройки в стиле арт-деко. Но вот этот стол, он стоит на таких трубчатых металлических ножках, которые характерны как раз для мебели в стиле баухаус. И если мы посмотрим на современные интерпретации арт-деко, то вот перед вами шоурум дорогой марки Визионер, и здесь мы видим стулья, и это стулья в стиле арт-деко, в интерьере арт-деко, и они стоят на таких же металлических трубчатых ножках, то есть на ножках модернистских. Я здесь говорю о том, что все стили, они вот очень сильно взаимосвязаны. Для арт-деко характерно использование дорогих материалов. Прежде всего, это дорогие породы дерева, например, эбен-макасар, амарантовое дерево, зебрано. Это может быть маркетри со слоновой костью или с черепаховым панцирем. Черепаховый панцирь – это, опять же, отсылка к мотивам барокко. Это может быть кожа, причем кожей обивали не только мягкую мебель, но и корпусную мебель. И это может быть шагрень, то есть кожа с зернистыми такими бугорками. Галюша, про которую мы уже говорили. Это может быть пергамент. И да, пергамент – это не бумажка, как принято считать. Может быть, да. Я не знаю, как вы думаете, да. Я обычно, когда слышу пергамент, мне сразу скажут, что это такой длинный-длинный свиток, на который что-нибудь там пишут. Это на самом деле кожа. Это кожа овцы или козы. И ее применяли для отделки либо фасадов, либо стен. И это змеиная кожа. И вот эти дорогие материалы, они сочетались с материалами, которые в тот момент считались наиболее современными. А именно, это было стекло. Стекло могло использоваться в витраже. Стекло могло быть с фацетом, потому что чем больше оно блестит, тем более броский стиль. Это же зрелище должно быть. Это зеркала. Зеркала – это опять отсылка эпохи барокко. Это черный глянцевый лак по мотивам Востока, то есть Китая и Японии. Это серебрение. Кстати, серебрение мы с вами видели вот на этой ладье Эйлингрей, которую я вам показывала. И это мог быть алюминий, как материал, который используется в транспортной промышленности, то есть в самой передовой промышленности, которая в то время была. Мастера ар-деко очень быстро поняли, что простая форма лучше раскрывает дороговизну материала, чем сложная. Это очень интересно. Можно провести параллельно с тем, как сейчас американцы оформляют интерьеры в стиле традишнл. Если, например, интерьер построен на дорогих тканях, то есть много дорогих красивых отделок, они разнообразные, они интересно сочетаются друг с другом, то эти отделки кладут на довольно простые классические формы, специально упрощенные, чтобы можно было разглядеть эти самые ткани. И часто интерьеры одного автора выглядят совершенно по-разному, но если на них посмотреть чуть более дословно, то мы видим, что одна и та же форма дивана просто перетекает из одного интерьера в другой. Говоря про обивки, в ар-деко действительно больше использовались однотонные обивки, и обычно это либо бархат, либо кожа. Давайте скажем еще пару слов о мебели. В мебели используются все темативы, которые я уже перечислила. Но есть еще ряд моментов. Прежде всего, мебель ар-деко связана с понятием гарнитура и ансамбля. В наше время считается, что если дизайнер поставил клиенту ансамбль, то дизайнер схалтурил. Если клиент сам пошел, купил себе гарнитурчик, то тем более он схалтурил, потому что решил, что он одним махом за разовое посещение магазина соберет весь интерьер, и это как бы не камильфо. И даже можно сказать, что уже современные производители поняли эту фишку, и теперь гарнитур уже не выглядит как гарнитур, выглядит просто как набор предметов, которые хорошо сочетаются друг с другом, но это уже не гарнитур. А в то время ансамбль это было круто. Например, если мы посмотрим на основного краснодеревщика того времени, там много имен, но прежде всего обычно говорят о нем это Жак-Эмиле Рульман, или, учитывая, что он жил во Франции, то, наверное, тогда его называли Рульман, но мне проще говорить Рульман. Он как раз был по профессии не краснодеревщик, а то, что называли ансамблие, то есть творец ансамбля. И если мы посмотрим на его павильоны, на его павильон, как раз там дом коллекционера в выставке 925 года, то мы поймем, что он там делал как бы все, то есть он, конечно, не своими руками делал, но подбирал, создавал он все сам. То есть там была и мебель, и там была и люстра, и отделка стены, и отделка потолка, и ковер. Это все собрано в один ансамбль. И это то, что очень характерно именно для интерьеров деко. Если говорить конкретно о корпусной мебели, то здесь характерна вот эта монолитность, то есть как раз влияние кубизма, оно очень дословное, то есть мы просто видим такой кубик, который стоит на платформе, часто не на ножках, либо если это мебель на ножках, то эти ножки тонкие, да, и опять же очень часто это ножки, которые сужаются к низу, и часто это ножки, которые имеют такую металлическую накладку, да, как каблучок. И обратите внимание, вот, например, на этот комод, как раз тоже рульмановский, мы здесь видим, что ножки имеют вот такой характерный изгиб, немножко похожий на изгиб рококо, правда же? И крепятся они, опять же, не снизу к корпусу, а как бы сбоку, тоже как бы немножко похоже на форму рококо, хотя сам комод очень геометричен. И я забыла упомянуть, в мотивах также были зигзагообразные мотивы, как символы радио и электричества, они использовались повсеместные, в том числе и в мебели, и ступенчатые мотивы, как у небоскребов, и они актуальны до сих пор, например, вот такая ширма, это современное производство, португальская фабрика Брабу, и мы здесь видим как раз небоскребы, как будто бы город, который растет-растет и исчезает где-то вдали, вот такая ширма. Либо, если смотреть на исторические предметы, то есть вот такие довольно забавные варианты, это Поль Франкл, и у него прям целая серия из библиотеков в форме небоскребов, мы сейчас с вами смотрим на предмет, где, собственно, библиотека, этажерка, да, она совмещена с письменным столом, и прям действительно он такой очень своеобразный этот предмет, то есть можно, наверное, найти где-нибудь плюшевую обезьянку, повесить ее туда, на вот этот шкафчик, и будет у вас прямо в интерьере Кинг-Конг лезет на небоскреб. В общем, такое себе, но это правда интересно. Если говорить про, например, светильники в интерьере арт-деко, то очень много использовалось каскадных многоуровневых люстр, это, опять же, привет из барокко, и люстры были с характерными подвесками, то, что сейчас очень много можно найти на рынке, то есть треугольная подвеска, которая хорошо отражает свет, которая очень здорово блестит, и подвесок обычно так много, что, собственно, за ними скрыт сам каркас люстры. Фишка основная в том, что люстра должна не только светить, но именно блестеть, сверкать, как бриллиант, переливаться. В этом ее основная функция, и в основном в современном интерьере это люстры из прозрачного стекла, хрусталя, сваровский и так далее, то есть неокрашенные. В историческом арт-деко люстры также могли сделать из матированного или истравленного стекла, или из ковки. Была еще одна интересная фишка. Как раз вот в это время начали производить люминесцентные лампы, и в моду вошла подсветка. Поэтому, если вы увидите в современном интерьере арт-деко закарнизную подсветку, то это правильно, и это соответствует духу настоящего арт-деко. И подсветку также использовали вместо люстр, например, в виде потолка Skylight, то есть это как витраж из матового стекла, за которым, собственно говоря, находится подсветка, и, находясь в помещении с таким освещением, можно представить, как будто бы это прямо окно в небо, и там дневной свет с потолка на вас светит. Этот прием применялся как раз в каютах этих трассатлантических лайнеров, потому что там, естественно, как и в любых каютах, потолки были невысокие, люстру, соответственно, не повесишь, а вот это вот очень здорово привлекает внимание, поднимает настроение. Очень часто ар-деко опознается именно по палитре, и мы привыкли к тому, что интерьеры ар-деко это черные, белые или серые, или черно-белые, но изначально они были цветные, и только потом уже пришла вот эта идея, что интерьеру больше свойственен не цвет, например, там красный, зеленый, изумрудный, золото, там, да, синий, как сапфир, а свойственно больше контрастность, и самый контрастный вариант это черный плюс белый. Плюс, опять-таки, может быть, это вопрос того, что современный рынок просто больше просит черный и белый, чем цветной интерьер. То есть, короче говоря, кому побрутальнее, тому темный интерьер, кому помягче, тому нейтральный. Но если мы посмотрим на эскизы того же Рульмана, мы увидим, что интерьеры были всех цветов радуги, и очень красивые, очень насыщенные цветом, и в том числе среди авторских интерпретаций ар-деко также попадаются проекты, где ар-деко и светлое, и цветное, и может быть очень-очень красочным, но это скорее исключение из правил. Еще одно высказывание от Дымбовского, прости господи. Ар-деко не любят открытые яркие цвета, они возможны лишь в небольших акцентных деталях. Это очень спорно. В большинстве интерьеров действительно мало цветов, но, как я сказала, в историческом деко цветов много, и в современных интерьерах тоже попадаются цветные интерьеры. Например, вот хочу показать такой проект. Посмотрите, какие здесь роскошные, очень красивые, изумрудные диваны, и они большие, вряд ли их можно назвать небольшой акцентной деталью. И покажу вам еще вот такой пример. Это стенд фабрики Элидуэ 2017 года. Это явное ар-деко. Обратите внимание на то, что здесь нет ни черного, ни белого. Здесь есть очень изысканный серый, и даже где-то теплые, золотистые тона в этом сером присутствуют. Какая-то серебринка, ярко-оранжевый, который напоминает о Востоке, и он идет в сочетании с таким чернильным, фиолетовым, не знаю, темно-фиолетовым, наверное, да, фиолетовым, может, лиловым. То есть, это не черный интерьер, и это очень здорово, это очень-очень красиво. Мы обсудили с вами различные элементы стиля. Давайте теперь обсудим, как вот эти все элементы можно сложить в один интерьер, и, наконец-то, посмотрим примеры готовых интерьеров Ardeco. Я предлагаю вам разделить их на 4 группы. Это упрощенный интерьер, усложненный интерьер, антикварный и авторская интерпретация Ardeco. Мы сейчас рассмотрим все эти 4 типа, и учтите, что это авторская типология имени меня, поэтому, если вы захотите ее в дальнейшем использовать, то можете, не стесняясь, ссылаться на Надежду Кузину. Итак, упрощенный вариант Ardeco использует самые основные характерные черты, а именно прямые линии, черно-белая палитра, обычно это молдинги на стенах, то есть мы не используем стеновые панели, но стены должны быть чуть сложнее, чем просто крашенные, зеркала и полированные металлы, контрастная геометрия. Мебель при этом может быть как современная, так и классика. Например, в данном примере это интерьер из каталогов iHolz, мы видим здесь диваны классической формы, просто обитые в ткань, которая подходит по цвету, и там какой-то мелкий геометрический орнамент есть. Я не говорю о том, что этот пример соответствует 100% стилю Ardeco, потому что в 21 веке нет такого вообще понятия, как чистый стиль, но я думаю, что когда среднестатистический пользователь слышит словосочетание Ardeco, он представляет себе примерно вот это. И обратите внимание на то, что здесь также есть, например, зеркала, и это классические зеркала, шинуазри, но при этом у них черная лаковая рама, которая как бы обновляет этот предмет, и здесь как раз идет обилие вот этого металла, хрома, это может быть также латунь. Вот таким образом можно упростить понимание Ardeco. Вот еще один вариант. Здесь мы видим, что стены полностью очищены от декора. Это делает интерьер очень современным. Здесь минималистичная палитра, то есть по сути только белый цвет и немножко дерева на поручне. Мы видим с вами характерные для Ardeco мотивы, которые, так как отделки немного, они выходят на первый план. Мы видим ступенчатый мотив на потолке, мы видим контрастную обводку по полу, и мы видим люстру, которая похожа на люстры, вот эти многоступенчатые люстры Ardeco, но она сделана из нового материала, то есть это явно не те же самые подвески, которые обычно используются в данном случае. То есть это вот такой очень интересный подход, когда Ardeco очищен от всего наносного, но при этом очень здорово читается. Следующий вариант Ardeco – это усложненный. Это то, что мы подразумеваем, когда слышим словосочетание гламурный интерьер, роскошный интерьер, лакшери интерьерс, да, вот это вот все оттуда. Помимо того, что я перечислила в первом варианте, здесь используется еще ряд приемов. Во-первых, добавляются орнаменты. Орнаменты эти часто в виде инкрустации из металла, они часто плоскостные, потому что Ardeco изначально любят плоскостной орнамент. Здесь больше глянца, и это не только зеркало, например, или полированный мрамор, но и глянцевое дерево. Это стеновые панели, они могут быть из шпона, из кожи или из ткани. Если мы говорим про шпон, то 99% случаев – это орех, и иногда попадаются экзотические породы дерева, типа макосара, но в основном это практически всегда орех. Это опять металлические вставки, и обратите также внимание вот на мой пример. Мы видим там на заднем плане телевизор. Так вот, в интерьерах, в современных интерьерах Ardeco телевизор не прячут. По сравнению, например, с интерьерами traditional, то есть с историческими интерьерами. Потому что, наверное, я так думаю, потому что телевизор – это как проявление современных технологий в доме, и прятать его поэтому не стоит. Тем более он опять-таки черный, там контраст, графичность, все такое, то есть все прекрасно, телевизор должен быть. Еще в таких интерьерах, так как очень много зеркал, стекол, они очень сложные, глянцевые поверхности, часто ломают пространство, и в нем становится немножко сложно ориентироваться. И это черта, которая объединяет опять интерьеры Ardeco с интерьерами Barocco. Давайте посмотрим вот на такой интерьер. Таких визуализаций очень-очень много на Behance. Это очень красивый интерьер, но он очень сложный. У него сложная форма самой комнаты, конечно, красивая современная мебель. Основная сложность, конечно же, заключается в отделках стены. Давайте посмотрим. Вот я просто по порядку вам начну перечислять, какие отделки я тут вижу. Я вижу молдинги, лепнина с завитками, дальше идет рельефная шпонированная панель с верхней подсветкой, на ней висит крупная картина. Дальше идет штукатурка под бетон. На этом бетоне где-то он гладкий, а где-то нет. На этом бетоне мы видим полосы на штукатурке. Дальше мы видим вертикальную вставку подсветки в бетон. Дальше бетон кончается, и начинается вставка из другого, похожего дерева. Она более глянцевая, и она идет уже с боковой подсветкой, и на ней и висит другой настенный декор, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, короче говоря, я насчитала 11 видов отделки стен с учетом стены с ТВ, где камин, потому что она интегрирована так, как будто это часть архитектуры. И, в общем-то, это все происходит в гостиной, которая, по виду, не очень большая. То есть, кажется, по крайней мере, как будто бы эта гостиная 50 квадратных метров примерно. В общем, 11 вариантов отделки стен. Это очень неленивый архитектор или дизайнер, который это придумал. Это очень оптимистичный клиент, который думает, что он сможет это воплотить. Возможно, именно по этой причине на Бехансе так много красивых визуализаций, но не так уж много красивых фотографий с воплощенными интерьерами. Ну и вообще говоря, конечно, воплотить такой интерьер без участия автора проекта в его реализации, я считаю, что просто невозможно. При этом интерьер выглядит слитным. Он выглядит слитным, сложным, красивым. Во многом благодаря цветовой палитре. Сдержанная цветовая гамма и простые формы мягкой мебели все это очень красиво объединяет, очень хорошо. Следующий тип интерьеров ар-деко – это антикварный ар-деко. И здесь я говорю о том, что… Ведь ар-деко было всего 100 лет назад. И многие предметы ар-деко доступны нам до сих пор. И при желании, имея время, деньги и потребность, можно собрать из этих интерьеров, из этих предметов настоящий интерьер. Как это сделал арт-дилер и коллекционер Феликс Марсияк. Фотографии его дома мы сейчас видим на экране. Кстати, обратите внимание на палитру. Здесь, опять-таки, мы не видим здесь ни черного, ни белого в чистом виде. То есть это довольно цветной интерьер. И все вот эти предметы, они потом были распроданы на аукционе Сотсби. Поэтому они там хорошо описаны. Очень интересно посмотреть просто на это. В частности, мы видим, кстати, с вами… Давайте посмотрим змей. Это считается как экран перед камином, правда, он ничего не загораживает. Еще мы видим змей на торшере. И голову, которая похожа на голову Анубиса. Да, вот там с другой стороны, напротив. Но самое интересное, это, конечно, кресло. Это кресло Жанна Мишеля Франко, которое тоже очень крупная фигура в мире дизайна. И это кресло, которое по внешнему контуру отделано галюшой. А стены здесь похожи, что отделаны пергаментом, о котором я говорила. Вот еще фотографии той же квартиры Феликса Марсияка в Париже. И здесь мы видим очень интересную отделку стен. Это штукатурка, но она очень художественная. То есть здесь есть геометрический рисунок, который остается на заднем плане. Но если присмотреться, это очень клевая вещь. И на этом роскошном фоне мы видим еще более роскошную мебель. Это комод Жанна Дюнана и бюро того же Жанна Дюнана. Это очень крупный мастер эпохи арт-деко. Мы о нем уже говорили, когда я вам показывала египетские, а-ля египетские лаковые панели. И вот он занимался в том числе росписью мебели. Обратите внимание на то, что бюро расписано черным и серебром. Как раз, да, опять же возвращаемся к тому, что использовалось серебрение. Все это я говорю к тому, ввиду к тому, что если у вас есть такие возможности, то да, можно собрать настоящий арт-декошный интерьер из-за аутентичных предметов. Но это не всегда нужно. Можно сделать современный интерьер в стиле арт-деко, который будет выглядеть не хуже, и поставить туда просто пару коллекционных предметов. И это как раз называется авторская интерпретация арт-деко. Часто там используются предметы искусства, особенно мелкая пластика. И основное, наверное, что выделяет, что объединяет все эти интерьеры, потому что авторских интерпретаций очень много, это хорошее знание источника. Возьмем, к примеру, исторический интерьер. Это известный интерьер дворца Элтема в Великобритании. И мы видим здесь инкрустацию и стеновые панели на стенах. И обратите внимание на то, как сделаны вот эти панели, где нет инкрустации. Мы видим с вами сочленение в виде такой прорези, да, то есть характерные горизонтальные прорези. А теперь сравним это со современным интерьером. Это дизайнер-архитектор Акили Сальвани, который берет этот прием, переносит его уже на современный интерьер. Заодно этот прием помогает ему спрятать скрытую дверь. И посмотрите, как здорово он выглядит вот в современном интерьере. Это вам не просто комнату в черный покрасить, там, да, и молдинги сверху линейные налепить. И сочетает он это с красивейшей мебелью, такой остроумный у него комод с яйцом, как самой аэродинамической формой. И плюс добавляет как раз мелкую пластику, о чем я говорила. То есть такая очень динамичная скульптура, все про мускулы, и как раз очень в духе арт-деко. То есть основная задача – это знать приемы и уметь анализировать, уметь их применить в современном интерьере. Вот еще один интерьер того же автора, Акиля Сальвани. И очень красивая палитра. То есть, опять же, мы видим здесь нейтральный фон, такой благородный серый. Как раз в подобных же оттенках любит и Денио работать. И добавляет он очень красивый зеленый, горчицу и немножко вкопления красного. Это просто потрясающе. Давайте посмотрим поближе фрагмент, где камин. Мы здесь видим в центре композиции зеркало «Клаус» и кресло, которое называется «Виттори». Они сделаны по дизайну автора проекта. Но самое интересное происходит по бокам. Мы видим вокруг камина гравюры 1930-х годов с изображением египетского похода Наполеона. И вот это означает, что автор не просто молодец, а просто, что он супер молодец, то есть, он почти что гений, потому что смотрите, что он делает. Он вам говорит, что да, я в курсе, что у Ардеко были вот эти египетские мотивы увлечения экзотикой, но это же было не впервые в истории искусства и интерьера. Ведь уже увлекались до этого Египтом. А когда это было? А это было в эпоху ампира. И как раз из этой эпохи, как бы мы и говорим, да, то есть, именно эта эпоха и показана в качестве мотива на гравюрах. То есть, по сути, если копнуть еще поглубже, то, наверное, он говорит следующее, что история искусств, она развивается циклично. И если упростить, то можно сказать, что было рококо с плавными формами, потом был классицизм с прямыми формами, и после классицизма, да, то есть, как часть классицизма был ампир, который черпал из Египта. А потом, спустя какое-то время, на другом видке было арнуво с изогнутыми формами, ардеко с прямыми формами, да, и ардеко, опять же, черпал вдохновение из Египта. То есть, это очень-очень классно, это прямо практически гениально. У меня на сайте есть статья про ардеко, про Египет и про сталинский ампир, который, опять же, да, вот сталинский ампир – это вариант ардеко, но ампир – это отсылка к Наполеону. То есть, вот как все взаимосвязано. Это очень интересно, я также эту ссылку приведу в конце видео. И я напоминаю, что в Москве есть очень крутой музей ардеко, он не очень большой, но крайне содержательный, поэтому туда можно сходить и вдохновиться. А теперь выводы. Как я всегда говорю в конце видео, давайте, попробуйте там, да, сделайте себе галерейную стену, не знаю что, поставьте себе аксессуаров, попробуйте такой стиль, попробуйте такой цвет. А тут я скорее скажу, не пытайтесь повторить это дома. И если вы уже заказали проект в ардеко у дизайнера, то не пытайтесь воплотить его самостоятельно. Как я говорила, для того, чтобы сделать такой проект, не подойдет дизайнер, который просто умеет делать 3D или умеет чертить. Должен быть дизайнер, который увлекается конкретно этим стилем и знает его подноготную. Либо, если вы хотите сделать ардеко самостоятельно, то лучше сделать современный интерьер в такой палитре. Ардеко сам по себе очень эклектичен. То есть вы видите, какое количество разных совершенно культур, разных влияний он собирает в себя. Именно поэтому этот стиль очень удачно участвует в эклектике, в замесе из разных стилей. Но и это тоже сложно. Поэтому в этом видео, извините, но хопи-энда не будет. И всем до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok